Сегодня в программе Зверуши. Водный монстр, водяная саламандра или аксолотль. Удивительное домашнее животное, которое по желанию хозяина может из обитателя водной среды превратиться в жителя суши. Когда вот ему не нравится вода, когда у него чешется что-то, он пытается себя почесать, начинает нервничать и может сам себе что-нибудь откусить. У него это потом вот растает. Ты улыбаешься аксолотлю, он улыбается в ответ. Поговорим об условиях содержания, вкусовых предпочтениях и характере этого сказочного существа. Название аксолотль пришло из ацтекского языка. Насловный его перевод – водяная игрушка. Аксолотль действительно внешне похож на забавную игрушку. Головастый тритон с торчащими наружными жабрами. Голова у личинки очень широкая, ее можно назвать огромной по сравнению с остальным телом. Рот тоже довольно широкий, при этом очень маленькие глазки. Из-за этого кажется, что личинка постоянно улыбается. Получается одна вот эта вот аксолотль. Вот это один вид. Другой вид – это вообще там другая рыбка. Это полиптерус эндлихера. Из подвидов змей-головов. И получается, похоже на щук. И вот третий – это обычный сомик. Во всем мире этих существ широко используют в различных биологических экспериментах. Они принадлежат к исчезающим видам, так как в живой природе уже почти не встречаются. Аксолотли довольно давно разводят в домашних условиях. Их содержание несложно и интересно. К тому же у них необычный внешний вид. Как-то раз в магазине увидел, потом влюбился. Это вместе с женой были в магазине. Поспрашивали нам там. Такой дедушку он все нам рассказал. И вот просто потому, что она очень красивая, поэтому мы захотели ее приобрести. Эти существа достаточно выносливы. При надлежащих условиях продолжительность жизни может достигать 10-15 лет. Аксолотль обладает замечательной способностью регенерации. Если какая-либо часть его тела травмирована или существует угроза потери конечности, раны быстро затягиваются, а на месте утраченной конечности через некоторое время вырастает новая. Когда у него чешется что-то, он пытается себя почесать, начинает нервничать и может сам себе что-нибудь откусить. У него это потом вот растает. А иногда бывает, когда вот забываешь его кормить, ну работаешь, забываешь, учишься, он бывает от голода себя кушает. И хвост себе откусит, даже может потянуться. До такого доходит. Для превращения аксолотля во взрослую сухопутную амбистому при домашнем разведении требуется переселить особь в более сухую и прохладную среду или понизить уровень воды. Превращение может произойти в течение нескольких недель. При этом исчезнут наружные жабры аксолотля, изменится окраска, форма тела. И если аксолотли ведут малоподвижный образ жизни, то земноводные амбистомы весьма подвижны и даже неплохо лазают по деревьям. Для тех, кто любит, что вот они были под водой, они их в таком виде держат. Чтобы она выросла, вылезла из воды, ее, получается, нужно поставить там небольшую тарелочку, набрать воды наполовину, поместить ее туда, чтобы она могла и дышать немножко воздухом, и уходить немножко под воду. Со временем она начнет меняться, меняется цвет, отпадают у нее там все жабры, и она меняется. Их можно содержать в воде комнатной температуры. Размеры аксолотли довольно внушительны, поэтому рекомендуемый объем аквариума не меньше 30-40 литров. Для очистки необходимо часто менять воду в аквариуме и использовать фильтр. Они едят практически все, что едят обычные рыбки. Там всякие цветная капуста, рыбьи, всякие мелкие шарики, зернышки, которые разбухают. А еще кушают мотыля. Класть еду на дно бессмысленно. Они ее не увидят глаза, смотрят только вверх. Пищу аксолотли не хватают черестями, а засасывают в ротовую полость. И затем перетирают своими маленькими зубками и небом. По сути, если аквариум ее посадишь, она просто будет сидеть до последнего, и сама по себе она скучная. Но на внешнюю она такая необычная, красивая. Аксолотль безопасен для человека, его зубы не в состоянии прокусить человеческую кожу. Этих удивительных существ можно брать на руки, они при этом не нервничают. Хотя гладить их не рекомендуют. Кожа и жабры мягкие и чувствительные.